В конце октября шоу театр Калейдоскоп отмечает день рождения, ему исполняется 40 лет. Как все начиналось и как будут отмечать очередной юбилей театра, сегодня узнаем от Виталия Гасаева, участника Калейдоскопа, а также команды деятелей лейтенанта Шмидта. Виталий, здравствуй. Добрый день. Ну, наверняка у истоков создания Калейдоскопа ты не стоял, но знаешь, с чего все начиналось. Кто был идейным вдохновителем? В 1978 году на автотракторном факультете, в день автомобилиста, было выступление первого состава. Тогда это была шоу-группа Калейдоскоп, так они назывались. Потом, чуть-чуть позднее, туда пришел Александр Иванович Политаев. И первые отцы-основатели, они говорят, мы вашего Политаева вначале даже брать не хотели. У него был свой театр Шукшинята, они ставили очень много спектаклей и миниатюр играли, естественно, по творчеству Василия Макарыча Шукшина. Придя в Калейдоскоп, постепенно Александр Иванович взял руководство в свои руки. Помимо нашего института он закончил институт культуры и потом ГИТИС. У него три красных диплома. И вот благодаря Александру Ивановичу, который набирал будущих инженеров из института нашего, сейчас он технический университет, и превращал их в профессиональных артистов. Впоследствии к нам даже приходили на практику из института культуры. И вот Петр Винц, наш земляк, он пришел из института культуры и после окончания института влился в наш коллектив. Еще и Несса Лихенко, тот тоже институт культуры. А все остальные это наши политехники. Ну ты когда присоединился к команде? Я присоединился в 89-м году. После первого курса нашим студенческим коллективом в Аганты мы показали для студентов-первокурсников, был большой концерт, и мы показали несколько миниатюр. Александр Иванович приметил меня, Андрея Диулина, Сашу Лукина, Ваню Бедарева, и пригласил в театр, именно даже не в театр, а в команду КВН на базе театра «Калейдоскоп». И в 89-м году мы поехали в Новосибирск, в 90-м году мы выиграли КВН «Сибирь». И вот после первой игры даже Александр Иванович нас всех четверых, и меня в том числе, пригласил в театр «Калейдоскоп». Я был на седьмом небе о счастье, потому что театр «Калейдоскоп» уже тогда гремел в городе Барнауле и по всей Сибири. И вот я с 89-го года в театре «Калейдоскоп». Вот первое выступление именно в «Калейдоскопе» наверняка помнишь. Да, я тогда хвостика своего не было, мне доверили пародию на Александра Малинина, и это было что-то, когда я, ну я вот про себя скажу, когда я запел, зал просто не просто зааплодировал, а взревел, потому что настолько было все похоже, вот, и так это завпало мою душу юную, что я понял, вот, вот это мое. А на третьем курсе института уже я понял, что наконец-то я нашел себя в жизни. И вот с 89-го, 19 лет я в шоу в театре «Калейдоскоп». Кстати, моя трудовая до сих пор там лежит. В общем-то ты продолжаешь карьеру артиста, а чем сейчас занимаются твои бывшие коллеги? Бывшие коллеги из моего состава, вот, постоянно в тонусе, как говорится, Дмитрий Никулин, Петр Винц, Александр Федоров, боевая четверка, вот наша, ну и, соответственно, я. Роман Колоколов наш, звукооператор и музыкант, он работает на радио «Комсомольская правда». Вот, Андрей Диулин ушел в бизнес, но львиная доля участников, вот именно моего состава, когда я пришел, они, мы продолжаем служить в Мельпомене, как говорится, остались верным своему делу. Вот, по-твоему, «Калейдоскоп» вчера и сегодня был интереснее или это совершенно разные команды? Мне тяжело сейчас сказать, что было интереснее, это судить тем, кто сейчас в «Калейдоскопе». Дело в том, что вот наш состав, называли золотым еще составом, потому что вот мы как раз пять человек, Александр Иванович, еще Рома и того, ну вообще шесть человек из «Калейдоскопа», мы влились в команду «Дети лейтенанта Шмидта». Вот, и тогда мы прям, ну это единственное, чем мы занимались, это была наша жизнь, работа и все, что с этим связано. А нынешние там студенты, вот единственное, что они пришли, уже не было приемственности поколений, вот остался только Александр Иванович, но сейчас вот мы с ними работаем, готовим их, подготавливаем и к этому концерту. Я ездил с ребятами на фестиваль «Бум» в Омск, 25 лет этому фестивалю отмечал студенческих эстрадных миниатюр, помогал им. Ну что я хочу сказать, сейчас немножко сложнее смешить, народ стало, потому что куча всевозможных, и комедий-клаб, и что там еще, и стендап-шоу идут, и тот же самый КВН. КВН. Но ребята хорошие, вот их просто надо чуть-чуть направить в нужное русло. Будет ли у них такая же популярность, как у вас в свое время? Ну это все от них зависит, вот как они сами захотят. До начала записи эфира ты рассказывала, что встретил таксиста, который благодаря вам... Да, в городе Томске мы записали в 96-м году первый альбом, свой магнит-альбом «Привет из Монте-Карловки». И нас вот в городе Томске один таксист довез, значит, из концертного зала до гостиницы и не взял с нас денег. На вопрос, почему, он говорит, ребята, я вам еще заплатить должен. Я, говорит, на вашем альбоме, на продаже ваших кассет купил себе квартиру, ни больше, ни меньше. Вот такая была у нас популярность в Томске. И, в принципе, и здесь у нас ходили эти кассеты. Сейчас, вот я говорю, не так давно на перекрестке слышу, с соседней машиной играет «Охота» песня 96-го года. Я думал, ну, может, меня увидели, включили, а, оказывается, нет, они даже в мою сторону не смотрели, не знали, кто там рядом с ними стоит на перекрестке. Вот. Приятно, когда люди списываются в соцсетях и просят показать какие-то старые номера, именно хитовые. Место встречи изменить нельзя, охоту, рябину кудрявую. Так что вот данная программа, вот, которую мы готовим к дню рождения, она будет и очень много новых номеров, ну, и немножко старых. Ну, Коль заговорил о праздничной программе, рассказывайте подробнее. Из чего она будет состоять, кто приглашен, какие номера подробнее? Ну, во-первых, вот, как я сказал, «Боевая четверка». То есть вас мы увидим, естественно. Винц Никулин, Федор Авгасаев, плюс еще, конечно, Андрей Диуленко нам добавится, молодежь будет выступать, Инесса Лихенко, Альберт Штребель. То есть вот именно тот золотой состав, как я уже сказал, и кто вот после нас пришел, под следующий. Дмитрий Скворцов будет работать с нами. Вот, все это в концертном зале «Сибирь» 2 ноября. Ну, это что будет, какой-то капустник или больше концерт? Это будет, ну, естественно, назовем так его концерт, но это встреча со старыми друзьями, это все будет. Во-первых, очень много за 40 лет, представляете, сколько людей переработало в театре «Калейдоскоп». Мы их всех приглашаем, один даже номер будет со стариками. Я надеюсь, они смелятся на сцену выйти. Вот, и все это будет вот такое, как, знаете, как домашние посиделки. Мы хотим это все построить, чтобы не было пафоса какого-то такого. Вот, мы планировали пригласить наших друзей, уральских пельменей. Вот, но сами понимаете, без спонсоров это очень тяжело. Тут одна дорога золотая станет. Ну, а вообще, честно хочу сказать, мы и без них справимся. 40 лет справлялись, и без всяких. Ну, у нас буквально минута в эфире осталась. Крайний вопрос. Чем был для тебя «Калейдоскоп» тогда, и чем является сейчас? Это все, вот, и тогда, и сейчас, это моя жизнь, это мой дом, это, вот, ну, я родом оттуда. И до сих пор, когда я прихожу на репетиции, мы все там же, под актовым залом технического университета репетируем. И такая ностальгия, ну, когда ты туда приходишь репетировать новые номера, ты понимаешь, что ты еще в силе. Вот, и, ну, в общем, это мой отчий дом. Спасибо, что нашел время и пришел в наш дом, в нашу студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Виталий Гасаев, представитель шоу «Театр Калейдоскоп», участник команды «Дети лейтенанта Шмидта». Спасибо.